всех приветствую на комплексном анализе основных активов и как всегда с вами в студии виталий шевченко сегодня по вашим просьбам мы немножко сместились и будем анализировать рынок на американской более агрессивной торговой сессии как сюда начинаем с фундаментального анализа впереди у нас осталось немного данных это данные по сша объем промышленного производства здесь ожидается снижение показателя ну я бы еще обратил ваше внимание на выступление представителя цб лейна страны более глобальной политики хотелось бы обратить ваше внимание на то что лично мое мнение инвесторы до крупные инвесторы средние инвесторы на текущий момент в конце года не обращают внимание на новые ограничения для борьбы с к вид 19 в принципе да причина на этой неделе она понятна это заседание фрс это вероятность дополнительных стимулов сша и так конечно все отодвигает с к в 19 на задний план ну давайте посмотрим что теперь можно в совокупности с техника сделать как всегда берем первую тройку евро фунт японская иена потом перейдем на товар на сырьевую группу заходим со стороны фьючерсов в лице маржинальных зон обеспечения это у нас трендовая торговля опционная торговля это контр трендовая торговля но объемная она больше ориентирована на внутридневной вот такой у меня подход комплексный подход напоминаю что страны маржинальных зон обеспечения у нас сохраняется восходящий потенциал но со стороны классики мы видим что наш валютный инструмент и непосредственно пара евро доллар находится в боковике поэтому здесь несколько подходов где можно соответственно взять свой профит первое при подходе к уровню 1 2170 можно стать на продажу с коротким стоп лоссом за атр сегодняшнего дня это 1 2190 но напоминаю что у нас сохраняется приоритет восходящий поэтому если мы закрепимся выше верхней границы целевой зоны вот это непосредственно 1 2180 то есть закрепление это четкое формирование свечей и тела и теней за до определенным уровнем вот если несколько свечей они будут четко находиться за этим уровнем то уже можно говорить о том что мы закрепились и тогда соответственно вставать на покупку опять же с коротким стоп лоссом под непосредственно 1 2160 и стейком в районе 1 2270 1 2280 это верхняя промежуточная зона и недельная трка так давайте посмотрим что нам говорит контур тиренд это опционы смотрите какой интересный момент вчера у нас был узкий диапазон сегодня уже диапазон расширился это как раз говорит о том что те кто страхуются с помощью опционов они предполагают как раз и момент того что мы можем выйти за 1 2180 и пойти выше здесь верхняя граница вообще располагается в районе 1 2340 да но нижняя граница это как раз в принципе совпадение с минимумом 1 2055 поэтому продолжая да многоходовку по паре евро доллар если мы спустимся как раз к нижней границе грех не прикупиться с коротким стоп лоссом под непосредственно 1 2030 смотрим со стороны объемов смотрите какая интересная картина видим что непосредственно вот этот весь боковик он напичкан объемами напичкан объема но при этом смотрите что при выходе до при выходе через верхнюю границу стоит крупный объем то есть будет соответственно возвращать обратно но при этом если будет прорывать нижнюю границу опять же стоит крупный объем который будет возвращать непосредственно график цены в наш боковик опять же это внутри торговых суток, внутри торговых суток, но мы видим, что рынок следит, а это говорит о том, что крупные, крупные игроки пока заинтересованы в том, чтобы данный валютный инструмент находился в боковике. Так, переходим к паре фунт-доллар. По паре фунт-доллар вчера у нас вообще все, можно сказать, прошло великолепно и шоколадно, хотя шоколадным инструментом с этой стороны выступает бренд, к нему мы еще дойдем. Здесь у нас была небольшая просадка, потом хорошее быстрое падение, как минимум вы должны были перевести стоп-лосс себе в безубыток, но тот, кто понял, что начинается коррекция, брать именно свой кусок пирога. На текущий момент лично я вижу две области, непосредственно 1.34 ровно, 1.3410, можно забросить первый пробный объем и доливаться в районе 1.3440, 1.3445 со стоп-лоссом выше 1.3480. По теку сильно я бы не разгонялся, да, перепись низов достижения недельного ТР, это у нас район 1.3240, это будет достаточно для завершения сегодняшних торговых суток. Так, со стороны опционов, что у нас здесь интересного? Я бы посмотрел на открытый интерес, как раз полностью совпадает с теми областями, которые я вам назвал, со стороны маржинальных зонобеспечения, то есть контртренд будет помогать трендовой торговле, то есть опционы помогают фьючерсам. Первый вход, напоминаю, если брать чистые уровни, это давайте 1.34105 и более высокие 1.3445 со стоп-лоссом за здесь открытый 1.35, да, за 1.35 выставляться по стопу. Так, со стороны объемов далеко не выпустят. Опять же, смотрите, крупные объемы на самой верхушке, поэтому здесь нужно иметь это в виду, поэтому уже не 1.3445, видим, что объем стоит на 1.3440, самый максимум, да, это 1.3435, потому что объемы, они срабатывают намного раньше. Ну и по тейку, смотрите, внизу 1.3165, ну как минимум надо на 20 пунктов брать выше, 1.3185. Пара доллар-иена, напоминаю, что здесь также у нас боковик, вчера мы с хорошим выходом вылетели, но, как говорится, быстро все вернули. Напоминаю, что стороны маржинальных зон обеспечения здесь приоритет сохраняется, пока нисходящий, однако я вижу следующий сценарий, который можно сегодня воплотить в жизнь. Два уровня, первый, опять же, да, такая усредняющая стима, первый в районе 1.3165, очень много, так скажем, показателей и со стороны зон, и опционов, и объемов, и есть у меня инструменты на средний срок, они как раз все говорят о том, что здесь будет первая остановка. Смотрим, открытый интерьер как раз тоже в районе 1.3165, ну и напоминаю, что нижняя граница, вот эта область, да, эта область полностью совпадает непосредственно с нисходящей дополнительной зоной, это как раз 103.25, 103.30, отсюда будет, можно будет, да, если опять же будет такое резкое падение, прям заливаться по полной. Так, по объемам, давайте быстро пробежимся, держит, держит, видите, хорошо, тем более большой объем как раз в районе 103.55, опять же 103.60, поднимаем на 5 пунктов, это на текущий момент будет достаточно идеальной точкой для того, чтобы встать с коротким стоп-лоссом, кто-то использует стоп-лосс под предыдущий минимум. Так, канадский доллар, смотрите, какая интересность со стороны классического технического анализа, четко, красиво ходим по микровосходящим трендам, напоминаю, что здесь мой вид, да, мое видение того, что происходит, оно не изменилось, мы должны достичь нисходящей целевой зоны, она полностью идет в совпадении с, так, опционами, сейчас покажу вам, ну, если так брать, 1.26.60, здесь уже можно спокойно входить, поэтому, если проявлять агрессивность, то я бы только, конечно, после закрепления под трендовой линией поддержки, да, вот это занялся бы кусочниц, но я считаю, что нужно подходить правильно, поэтому здесь лучше дождаться этой идеальной точки, тогда уже, как говорится, вбахаться по максимуму, соответственно, на покупку. Ну, и напоминаю, что я пару доллар-канадис рассматриваю одновременно с нефтью, по нефти мы вчера с вами ожидали полной коррекции в район, как раз 48, 99, 49, 17, смотрите, как идеально подошли, кто хотел, как говорится, рынок взял с собой и потащил вверх. Вообще, вот это, как я сказал, шоколадный заяц вчерашней торговой сессии, ну, и всего торгового дня. На текущий момент мы подошли к линии сопротивления, сегодня пока можно здесь отталкиваться от классики. Напоминаю, что со стороны фьючерсов у нас все-таки приоритет восходящий, среднесрочная цель это 53, 50-54 ровно, поэтому если закрепимся выше, четкий закреп, входим на покупку, можно сработать с коротким стоп-лоссом под текущий минимум, либо по правилам за вчерашний минимум. Австралиец. По австралийцу смотрите, что я пока здесь для себя вижу. Есть и 4-часовой АТР, и дневной АТР. Если мы его достигнем, то, скорее всего, здесь пойдет коррекционное движение, и все это в совокупности может отрисовать нам голову плечи. Стандартно, по моей статистике, вблизи как раз целевых зон происходит хорошее коррекционное движение. Поэтому, если мы здесь отрисуемся, тогда на будущее, соответственно, будем уже отрабатывать более глубокую коррекцию, ну и будем работать по классике при пробителе линии шеи, вставать на продажу пока. Давайте просто пока посмотрим. Так, товарно-сырьевой рынок я вам озвучил по нефти. По золоту. Золото, конечно, меня немножко разочаровало, потому что пошло-пошло пробитие, да, вот это тестирование, но четкого закрепа, вот посмотрите, я вам говорил, 1.825, нет четкого закрепа. Это тестирование. Все свечки находятся на уровне, либо телом, либо тенью. Вот, не закрепилось, и на текущий момент идет рост. Понятно, что все начинают избавляться от доллара. Я бы, да, я бы сегодня здесь со стороны золота рассмотрел только область 1865-1868, да, вот это 3 доллара со стоп-лоссом выше 1883. По тейку, ну, это перебитие минимумов, вчерашних минимумов, но вообще, самый тогда ближайший, это 1790, но и более глубокий, это 1760. Так, ну и, как я сказал в завершении, это у нас основной фондовой индекс Европы DAX-30. Напоминаю, что другой вид анализа моих коллег вы можете увидеть в нашем телеграм-канале для трейдеров. Все ссылки находятся снизу. Добавляйтесь, будем общаться, обсуждать рынок. DAX-30 здесь, здесь, да, какой интересный момент. Ну, я для простоты взял непосредственно нестандартные индикаторы. Если зайти со стороны более старших таймфреймов, то мы начинаем приближаться к уровню сопротивления. К уровню сопротивления, а это как раз, ну, на фоне того, что может пойти, да, очередное разочарование. Крупные игроки будут делать перепозиционирование на фондовом рынке, выход из основных фондовых индексов. Поэтому здесь также можно построить усоединяющую систему. Сейчас мы, в принципе, да, находимся на хорошем уровне. Но я бы рассмотрел все-таки два уровня, так чтобы сработать с коротким стоп-лоссом. 13 390 первый сел лимит и 13 422 сел лимит со стоп-лоссом за фрактал. Делается это вот так вот. Фрактал. Я обычно выбираю предпоследнюю, нажимаем ОК, переходим на час. И вот непосредственно по самому верхнему острию как раз можно уже выставлять стоп-лосс. Вот такие торговые идеи на Америку на сегодняшнюю вторую половину торгового дня. Напоминаю, с вами был Виталий Шевченко. Всем попутного тренда и до встречи в наших клубах. Добавляйтесь через ссылки, которые находятся под данным видео. Все, всем пока и до завтра.